Ситуация, когда художник погружается в свой мир настолько, что зрителю в ожидании не успеть, что зритель не может читать истории, теряется, не включается в режиссуры, в сценарий, которые иллюстратор прописывает, продумывает до книги. Мне кажется, эта ситуация, она очень, мне как художника, она очень привлекательная. И я думаю, чтобы не самоисчерпаться, чтобы находить в себе, в иллюстраторе, в художнике, в каком-то современном очень жителе новые интонации, новые смыслы. Мне кажется, что стоит чередовать доступные для читателей, для детей, для зрителей книжки, картинки, и что-то совершенно неожиданное, очень субъективное, очень странное, которое ты делаешь для себя, которое ты запускаешь, может быть, не в формате детской книги, но в формате Зина, в формате самодата, в формате конкурсных работ. И мне кажется, что здесь необходим баланс, потому что исследовать себя, исследовать разные техники, исследовать разные мотивы, зачастую получая очень какие-то необычные, странные, неудобоваримые картинки и сюжеты, это здорово. Мне любопытнее читать книги, в которых большое количество пустоты, большое количество какой-то дистанции между текстом и картинкой. И книги, которые я вспоминаю с детства, как раз такие какие-то полумистические, полузагадочные, загадочные, когда иллюстрация не сопутствует тексту напрямую, не интерпретирует его напрямую, а скорее, скорее как-то монтирует другие смыслы. И мне кажется, что именно монтирование других смыслов, какая-то неожиданная интерпретация текста, сейчас основной интерес художников-иллюстраторов и основная какая-то перспектива. Кажется, можно назвать одной из отличительных особенностей российских иллюстраторов какие-то рисовальные навыки, работу с формой, работу с пространством, какую-то многодельность, трудодельность, которую, к счастью или к несчастью, оставляют за собой российские вузы Строгановка, Полиграф. С другой стороны, те новые тенденции, которые появляются, когда российские иллюстраторы выходят на международный рынок, когда мы видим совершенно другой подход к иллюстрации, когда мы видим рисунки категорически другие, очень простые, очень смешные, очень грустные, веселые, в разных техниках, совершенно детские или же какие-то абсолютно разные. Мне кажется, что это тоже очень здорово влияет, и поэтому сложно как-то объективно оценить, выявить эту российскую школу иллюстрации. Иллюстратор, на мой взгляд, очень подобен режиссеру, потому что иллюстратору никогда не достаточно нарисовать картинку, никогда не достаточно нарисовать серию картинок. Иллюстратор, как режиссер, как сценарист, просматривает все переклички с текстом, все параллельные под истории, под под истории, где будет тихо, где будет громко, где будет топот, где будет какой-то шорох, где крикнет птица, а что значит этот крик птицы. И вот эта необходимость быть таким всевидящим оком и как-то держать в голове историю от титульного листа до оборота книжки, держать историю от первой фразы героя до той фразы, которую он скажет в конце, мне кажется, вот в этом безусловная перекличка работы профессии иллюстратора и профессии режиссера. Выставки и конкурсы, участие в фестивалях, участие в ярмарках – это волшебная возможность иллюстратору поговорить на те темы, которые ему интересны, и придумать те истории, которые не всегда заходят в коммерческую иллюстрацию, не всегда выходят в тираж детской книги. Попробовать какие-то совершенно неожиданные для него техники, приемы, подходы. И это участие в выставках и участие в конкурсах здорово тебя мотивирует. И с другой стороны, конкурсы и выставки здорово провоцируют тебя собрать сет иллюстраций или же собрать книжку за очень короткое время. И тем самым тренируют навык, необходимый иллюстратору, навык презентации своего проекта, навык презентации авторского прочтения. И этот опыт совершенно для меня знаменательный. И он очень твердо напоминает всегда, что участвовать в конкурсах, участвовать в выставках, инициировать свое какое-то участие в разных проектах, инициировать коллаборации – это очень важно. Потому что этот импульс может здорово тебя подхватить и совершенно непредсказуемо повернуть к возможностям, к перспективам, к новому опыту.